Опасный сюрприз ожидал жителей многоэтажки в самом центре Твери. Открытый канализационный люк среди двора едва не стал ловушкой для автомобилей и детей. Кроме того, вокруг него начал рассыпаться асфальт, и вся конструкция в любой момент может рухнуть в канализационный коллектор. Между тем, до этой проблемы никому нет дела, говорят жильцы. Почему, разбирался наш корреспондент. Четырехэтажный дом в центре города. Картину ухоженного двора портит один из канализационных люков. Мало того, что искажает эстетику, так еще и несет опасность и для человеческих ног, и для автомобильных колес. Я не могу спокойно ребенка выпускать, потому что я постоянно слежу, чтобы не выбегал сюда. Пару дней назад просто люк был открыт, своими силами бабульки положили это бревно. Это можно упасть любому человеку, но вообще невозможно даже проехать на машине. Впрочем, тяжелый люк таки вернули на его законное место. Но этого оказалось недостаточно. Надежность конструкции явно вызывает вопросы. Этот люк шатается и вообще он держится на паре торчащих из асфальта камней. Вокруг этого люка уже крошится асфальт. И единственное, чего боятся жильцы многоэтажки, что рано или поздно этот кусок провалится. А вместе с ним либо автомобиль, либо кто-то из них. Чтобы исключить риски, пришлось включать смекалку. Предупреждением и ограждением сразу стала вот эта коряга. Как говорит местная активистка Людмила, вот и спиленная, но забытая рабочими ветка пригодилась в хозяйстве. Ведь ликвидировать эту катастрофу дворового масштаба или хотя бы оградить, как положено лентой или сеткой, никто не торопится. Звонила управляющая, сказала, люк открыт. Они звонили несколько раз в водоканал. Водоканал не реагирует. Они заявку-то приняли? Ну я не знаю. Они сказали, мы водоканал звонили несколько раз. Ну как мне управляющая компания сказала. Между тем, УК должна следить за тем, что происходит на придомовой территории. В ее компетенции оставить заявку собственнику люка на устранение возникшей с ним проблемы. В данном случае водоканалу. В противном случае, если кто-то пострадает, владелец будет компенсировать ущерб пострадавшим, говорят юристы. Руководство управляющей компании, в чем ведомстве данный дом, о проблеме узнало от журналистов. Общаться с прессой сотрудники отказались. Но показали журнал учета обращений, где никаких звонков жителей по данному адресу не зафиксировано. В водоканале нам сообщили, что по телефону заявка поступала от 12 августа, а уже 19 письменно, по электронной почте. Видимо, после визита съемочной группы. Люк обещали заменить на новый в ближайшие дни.